Впервые за последние несколько лет бюджет города приняли без поправок на согласительные комиссии. Об этом сообщил председатель Саровской думы Антон Ульянов. По его словам, многие из депутатских поправок интересны и важны для города, но требуют более детального изучения и проработки на профильных комитетах. Мы не вносим сейчас изменения в главный финансовый документ, но говорим, что да, этот вопрос имеет значение для города, давайте на него посмотрим внимательно и реализуем его, если действительно это требуется и есть возможность. Например, поправку Нонны Левиной об освещении проспекта Ленина, скорее всего, учтут в одной из корректировок бюджета в следующем году. А вот вопрос о расширении улицы Давиденко еще требует обсуждения. Как именно реконструировать улицу? Достаточно ли будет парковочных карманов или нужно расширять все дорожное полотно? Во сколько обойдется такой ремонт и где брать средства на него? Ответы на эти вопросы депутаты будут искать на заседаниях комитетов. Еще один пункт повестки – оценка исполнения нацпроектов. Подробно об их реализации в Сарове мы рассказывали в наших прошлых выпусках. Одна из причин, по которой глава города, а вместе с ним и депутаты не поставили высшей оценки проектам «Экология и жилье и городская среда» – срывы сроков и ненадлежащее качество работы подрядчиков. Проблема большая, и мы ее поднимали, когда сюда приезжал депутат Государственной думы Денис Павлович Москвин, когда мы очень много обсуждали сдвижку сроков по капитальному ремонту 10-й школы, то есть в полный рост эта проблема встала. Но Москвин сказал тогда, что эта проблема не только у нас, это и Нижний Новгород страдает, вообще много где в регионе, да и по России в целом. И спрашивал нас, какие предложения от нас могут поступить. Сейчас решающее значение при определении подрядчика имеет обозначенная им цена. Конкурс выигрывают те, кто предложил наименьшую стоимость своих услуг. С одной стороны, это помогает экономить бюджетные деньги, с другой приводит к срывам сроков и некачественному выполнению работ откровенно слабыми подрядчиками. И как решить эту проблему, пока непонятно.